Мне было на тот момент 18 лет. Во, все во мне устраивает. Ты спишь только со мной, а я могу спать и с другими девушками. Полюбил меня такой, какая я есть. Нравится каждая моя черта. Хочется, чтобы было комфортно в первую очередь мне. Мне не нужно ничего просить, требовать. Это такое вообще спать с разными дядьками. Говорила с какими-то извращенцами на манбе. А сейчас мы запишем вторую часть и на то, как вы ебатся. Понятно? Привет, друзья! Рада видеть вас на своем YouTube-канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео заранее. В сегодняшнем видео я расскажу вам про свой опыт спонсорских отношений. Я про него рассказывала ранее. Это вообще первоначальная тема моего блога в Инстаграме. Но поскольку это было достаточно давно, рассказывала я там как-то урывками. И этот мой аккаунт в Инстаграме был большую часть времени в блоге, поэтому, наверное, многие подписчики не знают про эту историю, постоянно меня спрашивают. Расскажу вам все от и до. Все будет в одном или в двух видео. Сперва скажу вам свое определение спонсорских отношений, что я под этим подразумеваю. Это отношения с четко оговоренными условиями. Иными словами, это сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Отличительные черты данного формата. Девушка, как правило, в таких отношениях может спать только с одним мужчиной, то есть со своим спонсором. А мужчина, наоборот, имеет больше опций в данном случае. И, как правило, обозначает, что ты спишь только со мной, а я могу спать и с другими девушками. Так, например, было у меня с моим вторым спонсором. Про это я еще... Про каждого из спонсоров я расскажу по отдельности. Всего их было у меня двое. Вторая отличительная особенность это подстройка под график мужчины. Третье, это то, что мы проводим совместный досуг так, как хочет мужчина. То есть он выбирает, куда мы пойдем, в какие рестораны, как будем проводить время, куда поедем отдыхать и так далее. То есть с девушками на данном случае особо не советуются. Вернее, совсем не советуются. Четвертая особенность это то, что есть определенные требования к девушке в плане одежды, имиджа, стиля, макияжа и так далее. И пятое, естественно, никаких мозгоебств. То есть очень четкие личные границы, которые девушка не имеет права переходить в таких отношениях с мужчиной. Ну и шестой пункт это то, что у девушки есть определенная ежемесячная сумма ее содержания. Можно сказать иными словами, зарплата. Чем спонсорский формат отличается от моих текущих отношений? Разница в том, что мой текущий мужчина дает мне деньги не потому, что это моя зарплата, не потому, что мы обозначили, что вот такие-то условия, я должна выполнять определенные требования, чему-то соответствовать, и мне за это будут платить. Нет, такого не было. У нас в принципе не было такого обсуждения. И мой мужчина дает мне деньги просто потому, что он хочет сделать мне приятно и обеспечить мне определенный уровень жизни, который он может обеспечить своей женщине. И разница в том, что содержание спонсорское было в десятки раз меньше, чем те деньги, которые дает мне мужчина, который сейчас меня любит. Также стоит отметить, что у моего текущего мужчины, который любит меня, которого люблю я, нет каких-то требований ко мне, условий, которым я должна соответствовать. То есть я не должна подстраиваться под какие-то его запросы, просто потому, что его все во мне устраивает. Он полюбил меня такой, какая я есть, и ему нравится каждая моя черта и во внешности, и в стиле, и в том, как я рассуждаю, во всем. И ему хочется, чтобы было комфортно в первую очередь мне, просто потому, что он от этого получает удовольствие, а не от того, что я удовлетворяю какие-то там его представления о том, как должна вести себя девушка и так далее. Еще важно отметить, что с моим текущим мужчиной, в отличие от отношений со спонсорами, мне не нужно ничего просить, требовать. То есть инициатива в данном случае исходит от моего мужчины. Желание давать мне деньги гораздо выше моего прайса, сделать подарки, о которых мне не нужно просить, это все исходит от него, просто потому, что ему хочется сделать мне приятно. Теперь о том, почему я вообще выбрала такой формат отношений себе, когда у меня были эти отношения. Мне было на тот момент 18 лет, буквально спустя 5 месяцев, после 18-летия, после расставания со своим первым молодым человеком, через какое-то время я решила, что я хочу устраивать отношения с мужчинами какой-то период времени именно вот в таком формате. Эскорт на тот момент я для себя не рассматривала, мне было страшно, что это такое вообще спать с разными дядьками, как-то так страшно, опасно, еще и пойду куда-нибудь там по наклонной, ну, в общем, у меня были всякие такие представления об эскорте. Мне хотелось просто иметь постоянные отношения с каким-то мужчиной и параллельно с этим, чтобы это было на каком-то лайтовом формате, чтобы это было не заебисто, как для меня, так и для него, и одновременно с этим иметь какую-то материальную выгоду с этого. И также стоит отметить, что мне вообще не было интересно какие-то one-night stand'ы, знакомиться с кем-то на Тиндере и так далее. То есть это какая-то шляпа просто была для моего понимания, ну и сейчас я так же считаю. В спонсорских отношениях я была чуть больше двух лет, то есть со вторым спонсором мы пробыли вместе два года, а до этого с первым мужчиной около полугода, может быть, пять месяцев. Как вообще я знакомилась с ними, где я знакомилась, расскажу немножечко про это. Я знакомилась на специализированных сайтах, наверняка многие слышали, от Алина Золушка. Два основных сайта, насколько я знаю. Это не реклама, просто потому что сейчас я считаю, что эти сайты полнейшее дно, и ловить там особо нечего. Ну, на тот момент я так не считала. Ну, и бытует мнение, многие девочки говорили, что действительно несколько лет назад эти сайты были еще ничего, там обитали какие-то нормальные, приличные мужчины. Сейчас это превратилось в какой-то просто сайт дешевых интимуслуг, где мужчины ищут девушек а-ля там 10 тысяч за ночь, и все включено. Соответственно, я зарегистрировалась на тех двух сайтах. Было это все очень, конечно, интересно, необычно, учитывая, что до этого у меня был только один мужчина. До 18 лет я была влюблена в одного мужика. У меня есть тоже отдельное видео про эти отношения, подсказка будет где-то здесь, посмотрите, если интересно. Вот, и я никогда не сидела ни на каких сайтах знакомств. Ну, ладно, вру, в 13 лет я сидела, сговорила с каким-то извращенцами на мамбе. Блядь, кринж просто. Трэш. Допустим, что по-серьезному не сидела, ни с кем не встречалась, короче, до этого я с сайтов знакомств. Вот, я зарегистрировалась на этих сайтах, написала себе грамотную, хорошую подачу, что я ищу, кого я ищу, что я могу предложить, немножечко о себе. У меня никогда с этим не было проблем. Я точно не рассматривала построение отношений с мужчиной в своем городе, просто потому что мне казалось, что в моем городе как бы ловить особо нечего. И, в принципе, в целом я метила на то, чтобы переезжать потом дальше в Москву, в идеале, через какое-то время. И я решила для себя, что перед Москвой нужно бы пройти какой-то тест-драйв самостоятельной жизни, жизни в другом городе и выбрал для этих целей Новосибирск. Соответственно, со своим первым спонсором мы жили в Новосибирске. А подробнее про эти отношения я расскажу вам в следующем видео. Давайте вы поактивничаете в комментариях, поставите побольше лайков этому видео. И вот я скоро выложу вторую часть. Идите нахуй, блядь! Давайте, когда под этим видео наберется 100 комментариев, тогда мы выложим вторую часть. Спасибо вам за просмотр, я надеюсь, было интересно. Возможно, я упустила какие-то детали, потому что я жду клиента. Я хочу побыстрее закончить эти съемки. Да, вот видите, какая я честная. Поэтому задавайте какие-нибудь вопросы, задавайте какие-нибудь вопросы еще в комментариях, на все отвечу. А сейчас мы запишем вторую часть, и я побегу ебаться. Понятно? Спасибо.